Приветствую вас и каждый эксперт, который ответит вам на ваш вопрос. И именно этот аспект рассматривать будет со своей точки зрения. Я очень рекомендую вам постараться дождаться всех ответов, как можно больше количества ответов получить на свой вопрос. На момент написания этого ответа у вас не было ни одного ответа эксперта и попробовал выбрать для себя приемлемое решение. Потому что еще раз каждый эксперт предложит вам свой путь. Моя версия, мой взгляд на ситуацию заключается в следующем. Вы два взрослых человека, которые по воле судьбы, по течению обстоятельств живете вместе. У вашей соседки сложилась определенная система поведения, определенный подход к решению задач, а также определенный стиль жизни. У вас также сложился свой подход и своя система поведения, как у любого взрослого человека. И получается так, что каждый из вас, будучи взрослым, изначально независимым, свободным человеком, пытается навязать друг другу свои правила. Вы пытаетесь сделать так, чтобы она сделала по вашему, она хочет, чтобы вы делали по ее. И вообще говоря, что-то получается так, что вы перетягиваете одеяло на себя. Каждое на себя. Выход из этой ситуации, при условии, что вы не можете переехать, не можете поменять свое местопроживание, не можете выбрать другую соседку, выход у вас только один. Ну, во-первых, для начала мне бы хотелось вам порекомендовать, подумать, как можно было бы сделать так, чтобы за счет физических, материальных, технических, если угодно, средств, обеспечить вам комфорт. Для этого необходимо понять, как расположены ваши кровати, насколько они близко, какое между ними расстояние. Вы могли бы свою кровать попробовать оградить темными, тяжелыми, плотными занавесками, так, чтобы свет не падал вам в глаза. Вы могли бы использовать специальные накладки на глаза. Да, может быть, видели в фильмах такие специальные черные полоски ткани, которым закрывают глаза и свет не мешают, даже если человек спит при свете. В принципе, в любой момент можно их снять и нормально воспринимать окружающий мир. То есть, вот такие вот технические средства вам можно использовать. В принципе, их можно сделать самостоятельно. Это то, что касается именно технических средств. Что касается психологической стороны вопроса, то здесь я придерживаюсь того мнения, что манипулирование людьми является неприемлемым, манипулирование людьми является аморальным. И поэтому, еще раз, со своей точки зрения, как я уже сказал, я рекомендую вам подумать о том, что у соседки нет мотивации для того, чтобы делать так, как хотите вы. То есть, у нее нет смысла сделать так, как вы хотите, потому что она ничего для себя не получит. Если вы хотите, чтобы она сделала так, как нужно вам, то необходимо поработать над мотивацией ее, над этим. То есть, ваша соседка не хочет делать то, что нужно вам, потому что ей от этого ничего не будет, ей не выгодно это делать. Нужно сделать так, чтобы было выгодно. Или чтобы она теряла нечто в результате такого поведения. Именно так можно заставить человека что-то делать. Ей нужно придать смысл того, что она делает. Или наоборот, показать негативный смысл того, что она делает. Если вы сможете договориться с подругой, ой, то есть с соседкой, если вы сможете показать ей, что для ее все благо будет лучше, если она сделает так, как хотите вы, то, я думаю, проблема вполне мирно может решиться. Но для этого выгода должна быть четкой, осознанной для подруги, я имею в виду. И выгоду лучше представлять, как можно более понятно, ярко, четко, чтобы не было, ну, каких-то, знаете, двусмысленностей, там, возможности интерпретации и так далее. Чем яснее и ценнее выгода будет для нее сделать то, что вы хотите, тем лучше будет для вас, тем быстрее она это сделает. То есть, со своей стороны, я предлагаю такие вот два аспекта. Вы можете выбрать тот, который кажется вам наиболее исполнимым, и применить его на практике. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.